Вот я приехала, и вот видишь, елки какие были там? Это елки с меня ростом. Мне думается, что наша героиня так известна в Воскресенске, что и вовсе не нуждается в представлении. Человек-эпоха, человек-скала, человек-любовь. Вот так. Ее коллеги утверждают, что подобных управленцев больше нет. 53 года она руководит творческими коллективами Дворца культуры имени Докторова, растет вместе с ними, переживает трудности и радуется удачам. У вас детство было, получается, послевоенные годы, да? Послевоенные. Я родилась в 43-м году, а в 50-м году пошла в школу. У меня жизнь-то она вся сложилась так, что я росла сиротой. У меня получилось так, что мама умерла в войну в 44-м году. Болела туберкулезом, умерла. Отец был на войне в это время. Когда отец пришел, значит, мне было два с половиной года, а отцу было 26. Но это, как мне бабушка говорила, она всегда говорила, что отец непорядочный человек. Он вот женился сразу, понимаете? А он пришел с войны без ноги. И он женился. Но он никогда меня не оставлял. Он им помогал. Он постоянно ко мне приезжал. А это про бабушка. Бабушкина мама. Бабушка Фрося. Самая растопной, что ли? Растопной. Раньше-то были только растопные. В нашей семье любили застолья. Не так, чтобы вот какие-то пьянки, а значит, у нас все члены семьи играли на музыкальные инструменты. Маму я играл на гитаре, на аккордеоне. Дядя Вася до последних дней своих уже профессором был, все равно не бросал бы баян. И когда приезжали домой на каникулы, в отпуск, приезжали в родной дом. Жили уже в Москве. И всегда собирался народ. Его друзья, значит, все говорили, что приехал. Василий Георгиевич, пойдемте, значит, в гости. И всегда звучали песни. Я выросла вот среди этих песен. Меня еще было маленькое. Меня дед сажал на колени. И мы пели «Узовито, узореньки, много ясных звезд». Песня «Узовито, узореньки, много ясных звезд». Песня «Узореньки, много ясных звезд». Покинув родные края, Алла поступила учиться в Москву, в Институт культуры. Оттуда уже по распределению попала в Воскресенск. В то время у нас было распределение. Меня в столице никто бы не оставил. Вы поевали? Нет, я не понимала. Я поехала против Воскресенск, где-то тоже под Москвой. Приехала и не нашла двери во дворе скульптуры. Алла Георгиевна, я вот считаю, что вам довелось поработать с легендарными для Воскресенской личностями, в частности, докторов Николай Иванович. Расскажите, что для вас это значит? Да, это на самом деле было, и я этим очень горжусь. Но в то время, когда в 64-м году я приехала 21-летней девушкой в Воскресенск на преддипломную практику, я не знала, что попаду в руки таких великих людей. А на самом деле мне очень повезло. Меня не взял на работу директор 20-х культуры во дворе скульптурой. Хотя здесь не было худрука, не было завдетским сектором. Он решил, что я пойду работать на химкомбинат, руководить цеховой художественной самодеятельностью. Я, конечно, была очень обижена и пошла на химкомбинат. Это значит, надо было мне ходить три раза в неделю в обеденный перерыв, где-то с 12 до 2 часов по цехам химкомбината. Почти в каждом цехе был хор. Сколько хоров было на химкомбинате? 18. 18? 18 хоров. И когда я в мае месяце, 65-го года, выстроила хор из 70 человек на сцене Дворца культуры, то, естественно, моя комиссия, приехавшая из института культуры, поставила меня отлично и была шокирована тем, что рабочий класс так поет. А пели кто? Пели химики? Пели управление, пел водоцех, пел транспортный цех, пел цех гидросульфита. Ну, в общем, они пели уже потом на протяжении всей моей деятельности. Вот давайте вспомним, как вы первый раз шли к этим дверям, которые оказались закрытыми для вас? Ну, вот так и шла, вот такие же двери, ничего не изменилось. Шла, подошла, дернула на себя, закрыта. Постояла так в недоумении, добро пожаловать, все так, как было. Думаю, ну что ж, пойду посидеть, может, на обед закрыли. Вот еще что-то. Пошла, посидела на лавочке, подошла опять, никто ничего. И народу никого нет. А как вам потом сказали, почему двери были закрыты? Ну, говорят, что летом, так как народ не ходит во дворец летом, считается, это нецелесообразно открывать центральные двери. Можно ходить через ту. А я, будучи студенткой, не додумалась, что есть еще одна дверь во дворец культуры. Служебная. Потому что, видимо, хотелось войти в парадный вход. Вход, да. Ну, а как вы считаете, парадный вход в дворце культуры всегда должен быть открыт? Конечно. Почему? Поэтому вот у меня с той поры, как я работаю директором, с 73-го года, у меня центральная дверь постоянно открыта, и закрывается ровно в один часов вечера. Понятно. А для чего это? Для того, чтобы каждый желающий прийти во дворец туда зашел. Конечно, что дверь всегда открыта. Открыта, конечно. Правильно, что рады всем. Давайте зайдем в наш любимый дворец. Да. Какой у вас любимый персонаж? Или знаете, с каким литературным персонажем вы себя ассоциируете? Ну, в юности, конечно, с Татьяной Лариной. Я и в школе в спектакли играла. До сих пор помню ее все монологи. Это была Татьяна Ларина. Но было время, когда была Иваса Железнова. Мне нравилась такая властная женщина. Хотя и несчастная тоже, но властная женщина. Я умела организовывать все вокруг себя. Умела. И вот это прельщало одно время. Но вообще, люблю героинь и личных. Как вот Татьяна Дородина в фильме еще раз проявилась. Понимаете, я человек вообще лирик такой. Алла Георгиевна парадоксальным образом умеет сочетать в себе качества всех этих женщин. Неспроста образы одновременно и сильных, и ранимых героинь пришли ей на ум. Эта сила, она в умении признавать уязвимость свою и окружающих. И еще материнская забота. Она собрала под своим крылом не просто коллектив, а настоящую семью, которая поможет в любой жизненной ситуации. Как можно на одном месте? Да разве можно на одном месте? Неинтересно, очень интересно. На нашей работе очень интересно. Особенно, когда чего-то добиваешься. Но получается, это очень интересно. Потому что все коллективы, у нас их 10 коллективов, которые вносят почетные звания народные. Кроме народного театра, все остальные были присвоены при мне. Я этим очень горжусь. Горжусь тем, что меня знает весь город Воскресенск. Очень горжусь. Потому что я иду, живу в доме, где башмачок бывший был, а иду на работу минут 25-30. Скажем, остановлюсь, говорю, кто пожалуется, кто-то с радостью какой-то. Меня знают все, и я этим горжусь. Вы знаете, мы привыкли, что дворец культуры для всех жителей, что сюда, на все театральные постановки, музыкальные концерты, идет народ. Это центр культуры города. Сейчас, конечно, очень отрадно, что и на гиганте дворец культуры поднял голову, и дворец культуры юбилейный там. Но все равно мы же в центре находимся, поэтому мы хотим держать марку. Я столько лет проработав, и сопоставляя то время, когда я была молодежь, и какие были дети. И сейчас это совсем, это раскрепощенные дети. Они все умеют, они все знают. Его поставишь на сцену, он как будто там всю жизнь. Если раньше человек зажмется и боится всего, а этот как будто стоял там всю жизнь, и начинает рассказывать, понимаете, это другие дети. У них другое сознание, у них другие родители. Они, у них есть убеждение, что они все умеют. Это хорошо или плохо? Хорошо. Хорошо. Но как же говорят, положено в возрасте 75 лет говорить, что вся молодежь какая-нибудь не такая? Нет. Я считаю, что молодежь такая. Иногда, конечно, постарчески так и рассуждают. Да что же это такое? Как это так можно? Но время другое. Знаете, время другое. У них столько возможностей. Если у нас не в каждом доме был телефон, мы бегали друг по другу скорую помощь вызывать. А тут-то вот смотрите, какой прогресс. Быстро время пролетело? Быстро. Все вот всем говорю, господи, как же это так сделать, чтобы оно помедленнее шло? Потому что, ну как это, вот вспоминается вот то молодое, вот там ребенка родила, там он рос, там столько положительных эмоций, там. А сейчас тоже полно. Из жизни берешь столько всего положительного. И жизнь, она проскочила. Я считаю себя счастливым человеком. У меня и в семейной жизни вроде бы все было. Все было хорошо. Только муж раньше рано ушел. Ему было все, 57 лет он ушел. А так сын у меня хороший, сноха хорошая, друзья хорошие. У меня очень много друзей, которыми я горжусь, которые меня и лечат, которые одни лечат, другие просвещают и в музыке, и в театре. Так что этим можно жить. Непосредственность, с которой Алла Георгиевна подходит к жизни, чувствуется во всем. И в том, как легко она зазвала нас на огонек попить чай. И в какой гостеприимный пир это превратилось в итоге. У нас есть возможность познакомиться с сыном, невесткой и внучкой Аллы Георгиевны. Два очага, которые она охраняет. Очаг домашний и очаг культуры. Вы знаете, вот когда не стало мужа, я вдруг поняла, что он воспитал Алешку. Он. Потому что у нас из-за этого и скандалы были, и все. Но он все равно был предан дому. А мне перед ним вот сейчас стыдно. Что? Ну как же так можно было? Уходила все. У него день рождения, 6 числа, а у нас бал инженерно-технических работников. И я на этом бале там, значит, с директорами и со всеми на свете. Когда было детство, никто о ком не скучал. Потому что время летело настолько быстро, что утро, школа, потом музыкальная школа, потом спортивные какие-нибудь соревнования, потом дома спокойной ночи спать. Мне стало, мне было интересно с отцом и с мамой всегда. Со отцом гуляли, ходили на хоккей, я сам играл в хоккей, на лыжи ходили. Мы всегда находили... Мужской был общение. Занятие, чтобы провести хорошо время. А вот это ощущение, то, что мама директор дворца культуры, оно как? Это мне помогло, да. Помогло съездить в пионерлагерь Артек, так как я сдал самое большое количество макулатуры, которое мне предоставила моя мама из дворца. Из Артека приехал Таня босиком и на привязи рука сломанная. Я как вспомнил этот вокзал на перроне, и он стоит, рука привязанная босиком. Ехал столько, ну сколько там, наверное, полутора суток босиком. Я так возмутилась, говорю, ну что же это, как же так? Выходили на выступления во дворце культуры? О, я вообще раньше не пропускал ни одного выступления. А сейчас вообще не ходят? Сейчас неинтересно, сейчас. Все в телевизоре, а раньше было диковинно, когда приезжали известные артисты, когда приезжал Вик Трещенко, Алл Бугачева. Хоть много приезжало, ансамбли всяких разных, динамик под руководством Кузьмина, машина времени, да все-все. Браво! Но про вас можете сказать, что вы за кулисами выросли? Нет, я всегда сидел перед кулисами. Нет, он не был. Он был всегда с отцом. В дворце культуры у меня, помните, замечательная была такая встреча с Алл Бугачевой, она приехала с дочерью, с Кристиной, и они оказались в кабинете у Алл Гергена. И как все это произошло, быстро и мгновенно, и никто не ожидал, что мы вот так встретимся. И они уезжали отдыхать, то есть концерт шел не один день, а два дня. Первый день они выступили, и ночевать они поехали в турбазу «Березовка». Неделями жила. Неделями жила? Мы представляли базу «Березовка», она там со всем коллективом. Оставляли здесь костюмы, уезжали в «Березовку». Там для них баню устраивали. Мой работник, Левик Сергей Андреевич, ездил туда, специально баню отопил, чтобы хорошо пахло, чтобы веники были. Все это так. Бабушка стержень по характеру. Она, ну, такое сочетание, то есть она и добрая, и мягкая у нас. И поддержит. Она всегда поддержит, но иногда она, если что, нужное слово скажет. Мотивирующая. Я вот слышала, что вы путешественницы. У меня есть два хобби. Первое – это археология, а второе хобби – это путешествия. Где-то у меня более 30 стран живут. В копилке. Ну, скажите честно, замуж хочется или нет? Потому что, хорошо? Ну, наверное, хочется ответить. Ну, чтобы был хороший человек. Хочется в Бразилию хочется. По современной жизни это… Надо набираться терпения. На все надо реагировать спокойно. Потому что сейчас время такое, все волнует, и как-то себя держать в рамках вроде бы тяжеловато. Но надо стараться. И надо достигать своей цели. Если ты будешь ставить перед собой задачу, к ней идти, тогда будет все. От работы получала в основном только положительные эмоции. Вот она меня вела по жизни. Столько интересных людей. Столько… Вот я так… Я единственное, что в жизни не сделал, не заполнял дневник. А надо было. Потому что, во-первых, сейчас уже голова не дает, забывается. Но уж очень интересная жизнь. Очень интересная. Я сейчас молодежь приходит. У нас сейчас трое молодых в Заветскую культуру пришли. Ребята после института. Я ей об этом говорю. Говорю, вы даже не представляете, куда вы пришли. У вас все будет хорошо. У вас все будет хорошо. Вот таких руководителей, как Алла Георгиевна, сейчас в наше время уже нет. И я думаю, что они вряд ли будут. Алла Георгиевна, она из той плеяды людей, которые создают коллектив, которые умеют это делать, как это было раньше, который выращивает свой коллектив. У них какая-то чуйка была, чтобы взять руководителя. Она уже знала, кого она возьмет сюда. И всегда, так сказать, этому человеку, если человек действительно творчески занимался, мог, так сказать, работать здесь, она делала так, что получали квартиру. И, в общем-то, я говорю, что и замуж выходили, женились. То есть она заботилась о своих подчиненных? о подчиненных заботилась, да, всегда. И по сей день заботится. Алла Георгиевна, она как-то вот способна разглядеть. Вот она видит, может быть, что-то. Потому что мне тогда вообще, я была очень удивлена, что я попала в Центральный дворец культуры и стала работать сразу со старшими. В общем, мне так доверили, это очень такой серьезный фронт работы, вот именно в танцевальном деле. Наладить отношения с людьми, уметь с людьми контактировать, научиться любить зрителя, любого, кто бы к нам ни приходил. У нас работают, учатся, ходят сюда, во дворец культуры, более двух тысяч человек обучаются здесь на всякий, всякому виду искусства. И вы знаете, она с каждым находит общий язык. И с детьми, и с подростками, и со взрослыми людьми. И она находит подход, подход к каждому человеку. Безграничный авторитет. Вот такой авторитет, когда, знаете, вот вы доверяете человеку, и все, и за ним идете. Вот это, наверное, самое главное. Даже не строгость. Нет, как-то не строгость. С ней замечательно работает молодежь. А ведь, ну, как, кого бы поругать-то, да, в первую очередь молодежь, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Но ведь молодежь работает и очень здорово работает. Но она незаменима человеку. Я не знаю вообще во дворце культуры людей, которым Балла Гюргана не помогла. И поэтому такая отдача. Потому что такого директора, руководителя больше нет. Вот она находится, она на своем месте. И дай Бог ей бы здоровья, чтобы еще хотя бы лет 5-10 проработала с нами. Потому что таких руководителей больше нет, как наша Алла Георгиевна. Вот люди, такие же, как мы с вами, которые есть свои заботы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова